Сейчас я буду в платье от одного из моих любимых дизайнеров Азидина Алайи и в нем я пойду или навстречу к мужу или к подруге. Муж он уже приехал и ты вот так вот здесь уже в принципе ты готова выходить и у тебя есть пять минут времени. У тебя очень хорошее настроение, ты никуда не торопишься, все замечательно и ты просто разговариваешь по телефону как-то вот ну никуда не торопились. Прекрасно, молодец. Вот стой, стой так, стой так. А улыбнись. По-моему отлично. Все, все переодеваемся. Вы идете на риск делая журнал? Ну наверное все так рискуют обязательно. Не вызывает у вас никогда в самом деле. Нет. Никогда я люблю рисковать. Это мой адреналин. Способность принимать рискованные решения очень важная отличительная черта Алены Долецкой. Например, далеко не каждый редактор решился бы поставить на обложку в обл. Аллу Борисовну Пугачеву. Но Алена Долецкая обожает принимать такие неожиданные решения. Она сама с удовольствием рассказывала нам о своей готовности к риску во время нашей прошлой встречи на парижской неделе моды. Скажем, я пошла на риск с Аллой Борисовной Пугачевой, которая и на тот момент, строго говоря, не была very vogue. Но мое общение с ней дало мне основание быть уверенной в том, что я смогу ее развернуть и снять, и показать такой, какой ее не видели русские. Это первая обложка русского бокса с отечественной звездой. Наняла Борисовна Пугачева. А вы помните ваше первое интервью? Я вам скажу так, первое серьезное, большое интервью. Я помню очень хорошо, потому что это было интервью с Томом Фордом. Там был такой списочек вопросов, который был известен, что он очень не любит, когда ему его задают. И я рискнула и задала ему их. И подумала, ну что, если он рассердится, ну зато... Все равно в конце спросила, а остальное-то есть? Вот. И он совершенно, невзирая ни на какую там... Никакие там пиар-брифы или что-то еще, блистательно на них очень по-умному отвечал. То есть вы пошли в разрез с пиар-брифами? Да. Кэжуал. Кэжуал? Ну я бы так, я бы готовилась. Ну да, но это же понятно, что это модный журнал, поэтому и кэжуал должен у нас быть модным. В этом образе я буду сидеть и готовиться к подводкам, которые я всегда обычно пишу себе, сидя в отеле, перед тем, как идти на показы на съемки. Так, мы идем тут. Вот мне вот так нравится, вот такая очень естественная поза, когда она просто руку вот так и держит. А можешь, ты вот ровешься в интернете? Да, отлично, отлично, да. Все, красиво. Переодеваемся. Сейчас мы снимаем четвертый образ. Я в одежде Лан Ван иду на показ Лан Ван. Это один из моих любимых домов моды. Я считаю, что если вы идете к дизайнеру творчества, которого вы особо любите, то нужно, конечно же, надевать одежду, которую он придумал. Это просто хороший тон. Сейчас будет еще жарче. Ужас. Очень хотелось, чтобы один кадр был такой, знаешь, в движении и даже чуть-чуть смазан. Вот это будет ровно то, что мы хотели. Скажите, а есть у вас дресс-код в редакции? Какой-то, может быть, негласный, но... Негласный дресс-код. Просто вы поощряете. Каблуки, да? Да. Но я вижу, что все на каблуках. Я сразу заметила. Да. Ну, как дресс-код. Мой дресс-код исключает безвкусие. Это я могу сказать совершенно точно. Каблук, вещь, конечно, очень красивая. И ни для кого не секрет. Почти вне зависимости от телосложения, каблук обладает, конечно, тем, что, во-первых, он справляет женщинам осанку. Потому что на каблуках нельзя ходить и сутулиться. А это сразу, когда не сутулишься, да, потягиваешь живот. И сразу все становятся принцессами. Иногда мы так шутим друг над другом, если кто-то долго не надевает каблуки, да, с охраны, что без каблуков сегодня? Вот. Как вообще можно ходить по редакции его без каблуков? В общем, я сегодня каблука. Я очень люблю работать с женщинами, которые не замученные тяжелой неволей, обозленные сотрудники, а которые счастливы от того, как они прекрасно выглядят, модно, красиво, нарядно и так далее. Это не исключает того, что мои сотрудники не могут прийти без каблуков. Такого фашизма, естественно, не может быть. Во-первых, потому что есть люди, которым они очень идут. Во-вторых, потому что это элемент чего-то стиля. И в-третьих, потому что может сложиться еще какая-то ситуация. Я не помню ситуации, чтобы я видел своих сотрудников в каких-нибудь джинсах, кроссовках и майках. Ну что ж, мы идем снимать еще один лук, как я беру интервью у дизайнера. У меня высокие каблуки, у меня тренч-бербери, очень красивые со спины. Да, 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 прекрасно. Сейчас мы имитируем наш обычный рабочий момент. Очень красиво, как мне нравится. Причем я как-то была на одном мероприятии, где Анна Винтер была в таком же. Сейчас мы снимаем последний лук. Я в вечернем платье бербери, точнее не в вечернем, в коктейльном платье, потому что иду на вечеринку, на какой-нибудь автопати после показа или просто коктейль. Сейчас там немножечко флирта, немножко стервозности. Очень хорошо. Да, да, очень красиво, правда. Да, 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 да. Вам все очень хорошо. То есть у меня по ощущению, мне кажется, что у нас получилось все. Спасибо. Петр, у нас потом будут смотреть на Украине и говорят, господи, мы жили такие страшные. Страшные какие-то кошелки работают в ноге. Какие страшные кошелки работают в ноге. Да, я переживаю только за нас с тобой, Федора. Я даже не переживаю, что там будет все хорошо. Ты себя в зеркало видела? Нет, я не хочу. Вот именно, ты смотришь в зеркало, и поэтому ты комплексуешь, а я не смотрю. Поэтому я не вижу, кто меня там уже. Не смотри. На самом деле, Федор, он намного симпатичнее. Да. Она только сегодня такая. Это просто третья ваша. И я тоже сам. Скоро я умру. Кажется, что мы люди публичные, все нас знают, и все нас ощущается не так. И у нас очень мало отдачи. И, в принципе, ну кому придет в голову тебе все время говорить спасибо за то, спасибо за все. Герои, как правило, недовольны, потому что им все время кажут, что это не то, кто-то еще забывает. А вот дизайнеры – это те люди, которые, иногда фотографы, которые помнят об этом, знают, что вот спасибо – это очень хорошее слово. А вам, кстати, важно признание? Ну, конечно, очень хорошо, когда тебе говорят, что ты все-таки молодец. А вы совершали ошибки? Конечно, 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 не стыдно, конечно, не стыдно. Кто не ошибается, тот не идет вперед. Никогда. Не-не-не, а что? Ведь все-таки успех вырастает на поражениях, а не на победах.